вот и все девочки капец и что это было за слово аптека такое простое слово как вы не могли его отгадать да уж действительно учитывая что такого слова не существует почему не существует аптека есть слова нет кирилл а можно спросить аптека в твоем понимании это там где продаются лекарства или очки кстати да мне тоже интересно лекарства какие еще очки причем здесь они тебя помягче столкнуть с реальностью аптека пишется не так первая буква а серьезно вот блин а я думаю чего вы такие несмышленные кто еще не смешленный короче кирилл гейм овер всем привет привет стопе маша скажи что мне кажется ты обрезала волосы да капец зачем ты же была наша рапунцель а теперь ты кто обыкновенная девочка скорее почему сразу обыкновенная наоборот тот образ был слишком простым и скучным не менее этого не может быть я надеюсь ты волосы не выбросила и их как-то можно приклеить обратно кирилл ты себя слышишь скажи еще на скотч посадить ну знаешь в данном случае все средства хороши маша как ты могла с собой такое сделать и правда маш твои волосы были как визитная карточка все хорош прекратите истерику мне так нравится и . а а почему ты вдруг решилась на такие резкие изменения да так захотелось перемен хватит быть покорной длинноволосой девочкой я чувствую в себе бунтарский дух надо было подождать не горячиться нет ребят это не спонтанное решение и я обязательно это сделаю смысле сделаешь ты уже и так подстриглась здрасте ребята вы чего здесь толпились сели быстро на места маша что подстриглась еще нет но планирую слава печенька маша прошу тебя не смей в волосах вся твоя красота как у этого ахиллеса в пятке кирилл что ты несешь какая красота у ахиллеса в пятке это было его уязвимое место да неважно я вёл к тому чтобы она не стриглась блин я не пойму почему вас так пугает моя будущая стрижка что тут такого маша у тебя такие красивые волосы о таких волосах мечтает каждая девочка ну и пусть мечтают себя на здоровье это их право а я свой выбор уже сделала не торопись послушай мудрого и взрослого человека вы не поняли я хочу перемен эти волосы не соответствуют моему внутреннему миру о господи как же у вас у подростков все сложно и вообще что хочу то и делаю но не злись маша давай для начала сделаем тебе прическу они стрижку будем идти к цели как говорится небольшими шагами какую прическу вы что-то конкретное предлагаете да вполне иди сюда покажу садись сейчас на кондом на покажет мастер-класс уверена и удастся образумить машу и последний штрих ну что скажете короче не буду врать ты как уличная сумасшедшая соня подбирай выражение это была моя любимая прическа в школе ой простите я не знала жаль зеркала нет ксюш а тебе как прическа ну если сравнивать со стрижкой то неплохо с какой стрижкой да с любой понятно все с вами совершенно не умеете ценить красоту и парикмахерское искусство но у меня еще кое-что есть царь прическа а вот если бы у меня была короткая стрижка я бы уже была готова и собрана так помолчи с талантами на кондом мы далеко не уедем после ее причесок маша еще сильнее захочется подстричь и ну да есть такое но все готова ну а это как ваше мнение так как обычная косичка необычная а классическая это абсолютно две разные вещи чтобы ты понимала всем добрый день ирина анатольевна а что это у вас тут за салон красоты на уроке добрый маши в глаза волосы лезли писать было тяжело и она попросила моей помощи вот нутром чую что врете я же директор я вранье за километр чую признавайтесь что у вас тут происходит правда ничего елена юрьевна а это что за глупости на доске нарисованы почему вы не стерли это безобразие а ирина анатольевна ой как-то не заметила сейчас все исправим елена юрьевна никакого порядка зачем я заходила совсем забыла совсем меня с толку сбили так на чем мы остановились а да на машиной прическе спасибо за помощь я осознала что прическа дело не исправить все-таки нужно стрижка что ж такое то подожди маша не спеши а вдруг тебе будет не к лицу ну не попробую не узнаю я предлагаю для начала хотя бы примерить стрижки вы на парики намекаете или на что нет конечно есть у меня тут кое-какие заготовочки конечно для себя собирала раз такое дело поделюсь вспомнила ирина анатольевна вы не видели мои очки а что это вы вешаете такое странное это игра у нас такая литературная интересный педагогический ход и как игра называется угадай поэтессу какие смелые образы меня кстати в школе цветаевой называли вы были похожи на марину ивановна цветаеву нет я стихи писала как сейчас помню на небе тучки я иду в брючках дождик кап кап намокли ручки почему стих рассказывает она остыдно мне браво нет слов слушала бы и слушала так я еще могу не надо то есть давайте потом урок все таки ах да ладно точно извините стоп опять чуть не забыла вы очки мои не видели елена юрина они у вас на голове ну надо же вечно я их там забываю ладно спасибо я пошла удачи теперь надеюсь мы сможем закончить начатое маша выбирай прическу как-то непонятно когда это прическа на других людях а не на мне есть одна идейка ты носишь с собой машину фотографию без комментариев держитесь спасибо гирин это нам очень поможет сейчас мы примере машу к прическу то есть наоборот вы уверены что это сработает да я когда себе нынешнюю прическу выбирала дело точно так же и вот он результат она идеально мне подходит я бы поспорю и так приступим я буду прикладывать лицо маши каждый из причесок а вы будете высказывать свое мнение хорошо что ж первый вариант как вам такое да давайте следующий как скажете так а теперь интересно но не думаю что такая стрижка мне подойдет тогда вот как по мне без проигрышный вариант но это же такая же стрижка как у вас кто же виноват что она идеальная кирилл а ты чего молчишь какую стрижку ты бы выбрал для маши я буду самым оригинальным я считаю что маша сейчас красиво они с вашими прическами кирилл ну хорош мне безусловно приятно маша не отвлекайся какая стрижка из предложенных вариантов тебе понравилось больше всего простите ирина анатольевна но никакая даже так очень жаль нужно брать все в свои руки ирина анатольевна можно выйти да конечно любая так не определилась выбором и все осталось как есть с такими сомнениями думаю что все это закончится ничем кирилл так что не переживай ребята вы не брали ножницы с моего стола за мной и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok